Итак, мы в подземном Севастополе. Друзья, добрый день! С вами Дмитрий Спенко из Крыма. И сегодня я вам покажу очень интересный объект, который открылся буквально сегодня. Это музей Холодной войны СССР. Мы сейчас зайдем в него с тыльного входа со стороны Большой Морской и выйдем, как ни странно, на площади Суворова. Итак, мы готовим торговый комплекс «Леолог». Скандалим торговый комплекс. И отправляемся в небольшое путешествие, подземное путешествие. С сегодняшнего дня музей работает на постоянной основе. В нем выставлена очень хорошая экспозиция, шикарная, я бы сказал, экспозиция. Посещение пока что еще бесплатное. Так, я в темноту зашел. Посещение пока еще бесплатное. Но в скором времени, я так думаю... Так, посещение этого музея пока еще бесплатное, но в скором времени стоимость будет 300 рублей с человека. Так что торопитесь, чтобы побывать. Итак, мы в подземном Севастополе. Посещение. Как раз. Севастополе. 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 Вот здесь, друзья, один из выходов Эта лестница поднимается к мастерской знаменитого архитектора Чижа Там тоже есть закрытый выход на холм Севастополя Но мы пойдем дальше Друзья, прошу прощения, пишу, конечно же, одним кадром Пристегну только подводку Но такие вот коридоры когда-то Это было настоящее бомбоубежище Так Освещение, конечно Сейчас я включил мобилку Немного буду подсвечивать Не знаю, тут вообще темновато так И сушку не вытянет Вот здесь вот вентиляторная Говорят, она работает и полностью восстановлена Но сюда проход закрыт А вот здесь вот, представляете, здесь должны были размещаться люди На случай военной угрозы, на случай ядерной войны Идем дальше, друзья Вот дальше Здесь находится лаборатория Мы подошли к лаборатории, где брали анализы Должны были брать анализы на случай ядерной войны Людей, которые поступают в бомбоубежище Ну и, соответственно, принимать меры дальше Это как рассказали участники Здесь выращиваются растения, которые могут жить при дневном свете И вот уже основная экспозиция Экспонаты здесь собраны уникально Но поверьте моему слову Я вам советую побывать в этом музее Послушать экскурсию Здесь в режиме реального времени Идет мониторинг ситуации в городе Так вот, таким способом МЧС вывелось сюда Камера видеонаблюдения, погодные условия Все в реальном времени То есть это бомбоубежище Может выполнять свои функции полностью То есть оно может защищать людей На сегодняшний день не только от ядерной угрозы Так вот, таким способом Чувствуете, прям пахнуло холодной войной Я не знаю, кто жил в Советском Союзе Как я помню, еще те времена Когда мы все боялись Атомной войны, ядерной угрозы Когда все это было реально Вот такой вот объект появился у нас в Севастополе Конечно, протяженность общих коридоров здесь Около 500 метров Так, здесь темно Это мы находимся в кинозале Здесь должны показываться Ну вот Такие Да, вот эта дверь весит 4 тонн Дима, ты мне такую картину поломал Я уже кому-то поломал картину послан Мне звонят, но нам не до этого Вот мы идем по коридору Кстати, да, забыл показать вам часы Это часы, которые отсчитывают время до начала ядерной войны Так, Серега, дай мне записать Ты у меня будешь в кадре тоже Я не помню, что они там прокомментировали про них Но что-то там вроде добавляется время Какое-то Когда Какие-то проблемы в мире наступают Или не имеются Дай бог, я руку пошла Пока, Серега, спасибо Так, и мы Движемся К выходу Вернее, к главному входу музея Мы движемся к главному входу музею Эх Ну вот Ну вот Опа Ну вот, друзья, мы на площади Суворова Прошли сквозь холм Прошли под землей От Большой Морской до площади Суворова Сегодня музей Как он правильно называется? Подземный Севастополь Музей подземный Севастополь Сегодня музей открылся И он Теперь будет работать постоянно Пока что экспозиция бесплатная Да? Сегодня 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 И завтра И завтра еще В дальнейшем готовьте По 300 рублей Но я думаю Это стоит Того Не так уж и дорого Для такого Серьезного объекта Спасибо Спасибо большое Да Ну вот, друзья Приходите обязательно в этот музей Я очень рад, что на карте Севастополя Появился еще один объект Туристическая инфраструктура Или как Еще один туристический объект Шикарное место Поверьте С вами был Дмитрий Аспенко Из Крыма Обязательно подписывайтесь на мой канал И я думаю Вы увидите еще много чего интересного Пока Субтитры сделал DimaTorzok